Здравствуйте, дорогие мои, это Игорь Виталь, это Парадокс с Игорем Витальем, и пока на улице стоит невероятная для Москвы в эти дни жара, а у нас в нашей прохладной студии, в хорошем смысле прохладной, идут жаркие дискуссии. В гостях у меня Алена Попова, общественный деятель, кандидат в депутаты Госдумы шестого созыва, блогер, интернет-предприниматель, остальные регалии не называют. Добрый день, Алена. И я думаю, что мы с Аленой сегодня начнем все-таки серию передач, потому что в одну это не уместится, как вы знаете, мы очень часто беседовали на темы, как дальше жить рабочим, бюджетникам, что делать тем, кто в моногородах, споры тут были жаркие, если вы помните, в моем первом эфире на Финам.фм дело чуть не кончилось мордобитием с Игорем Березиным. И вот с Аленой мы сегодня обсуждаем, что же делать народу в моногородах, когда грянет очередной финансовый кризис. Не пугайтесь, мы пока еще вас не пугаем финансовым кризисом, но все мы прекрасно понимаем, что, скорее всего, он не за горами. Итак, я думаю, что все-таки, я повторюсь, будет некая серия передач не только в моногородах, что делать, а что вообще делать, как нам, как там товарищ Ленин говорил, как нам реорганизовать РАПКРИН, да? Вот займемся реорганизацией нашего РАПКРИНа. Еще раз добрый день, Алена. Итак, основные жаркие дискуссии у нас разворачивались вокруг того, что как бы сами люди должны решать свою судьбу, не нравится в моногородах, но ищите себе новую работу, ездите по три часа на поезде, находите все, что хотите, переезжайте в Москву, живите как гастарбайтеры, по восемь человек в одной хойке, но как бы сами боритесь за свою жизнь. Вторая позиция, что государство должно отвечать за то, что оно делало, в том числе и в советское время создавая эти моногорода, и олигархи должны отвечать, не только государство. Мы все помним известную историю с ручкой Дерипаски, которую Владимир Владимирович просил вернуть, и в Пекалево, если мне не изменяет память, было. Пекалево. Что делать? Вот сейчас мы имеем ситуацию, пока все идет плохо, но достаточно равномерно, но вполне может случиться резкое ухудшение ситуации, эти моногорода опять окажутся никому не нужными. Что делать? Ну вот смотри, на самом деле, в исследовании, которое есть сейчас у комиссии по поддержке моногородов, сказано, что 17 моногородов автоматически попадают в зону риска с учетом социального взрыва, который там может быть. Такая же история, как с Пекалево, когда там жители перекрыли трассу. То есть это может случиться, поэтому я не думаю, что когда-то моногорода станут никому не нужными, просто в силу того, что население уже от безысходности нечего будет делать, кроме как взять виллы. Не, ну надо не обязательно брать моногорода, простите, я перебью. Есть у нас вот самый характерный пример, это АвтоВАЗ, да? Это не моногород, но, тем не менее, Тольятти действительно градообразующее предприятие АвтоВАЗа. Верно. На протяжении 20 с лишним лет, до 25 уже, мы не знаем, что делать с АвтоВАЗом. И закрыть нельзя, потому что, ну как же, там же такое количество рабочих. За 25 лет вот проблему так никто не удосуживался решить. И оставлять нельзя, потому что вроде как, кто не приходит, в общем, кто разворовывает, кто опять выпускает не самую кондиционную продукцию, в общем, без государственных дотаций выясняется, что АвтоВАЗ не рентабельен. Вот самая простая задача, да, как ее решить. Забудем сейчас время на Апикалеву. Вот с АвтоВАЗом давайте. Слушай, с АвтоВАЗом вполне себе хорошее было решение, я его поддерживаю, считаю, что именно так и надо действовать. То есть часть людей, которые могут быть переучены, отправляли на такие же предприятия, такого же профиля, например, Volkswagen, чтобы они там были трудоустроены, выполняли ту же квалифицированную работу, но добавляя какую-то инновационную деятельность, которую они раньше не делали. То есть так, чтобы они на рынке были наиболее востребованы. Волксваген имеется в виду, он же вроде как под Питером. Нет, нет, Volkswagen, который региональный. То есть не меняя место проживания. Не меняя место проживания, да. Это, как бы, мне кажется, основная история. Был вообще огромный международный опыт работы, ну вот возьмем там бразильский опыт работы с беднейшими городами, ну типа Куритимбы, например, да. Это или сам город внутри себя начинает привлекать иностранные компании, иностранные инвестиции и так далее. То есть бизнес иностранный, который генерирует тебе дополнительные рабочие места. Или развивается социальное предпринимательство, микрофинансирование, микрокредитование для граждан. И тогда граждане сами решают свою проблему. Ну, я придерживаюсь такой... Какую проблему? Как можно, как кредитованию решить проблему? Вот слушай, я тебе расскажу как раз. Я придерживаюсь как раз этой точки зрения, но она очень спорная. Потому что город, это замкнутая моногород, замкнутая экосистема. Фактически твои потребители, это те люди, которые живут в этом же городе. Если им нечем платить, а ты берешь кредит, микрокредит, например, чтобы сделать свой маленький бизнес, то другой человек тоже должен взять микрокредит, чтобы что-то у тебя приобрести, товар или услугу. И начинается эта кредитная круговая порука, да, потому что деньги генерируются внутри самой системы. Лучше бартером, чем деньгами. Но, опять же, мировой опыт показывает, что если люди начинают создавать свой бизнес, так или иначе ориентированы на жителей внутри города, то жители начинают потреблять эти услуги больше ездить. Они просто больше тратят денег вне города. В любом случае они начинают получать рабочие места на этих предприятиях. Определенно, да. Но дело в том, что мы уже проходили, в принципе, в Тольятти создавался вариант с Альянсом Рено-Ниссан. И, да простят меня представители этих двух замечательных компаний, опыт с автовазом можно считать неудавшимся, на мой взгляд. А другое дело, да, что вокруг этого существует огромный, можно было создавать кластеры по запчастям, которых не хватает, да. А переучивать рабочих на Фольксваген, казалось бы, идея хорошая. Ну, условный Фольксваген. Но, опять-таки, представитель Фольксваген скажет, зачем нам рабочих, который уже, ну, что запятнался, да, общением с автовазом. Но он заточен уже под это, да, он по-другому не может. Нам нужны более молодые, инновационные, давай мы наберем новых. И поэтому этот вариант, мне кажется, он отчасти только привлекательен. Создавать, может быть, другие отрасли и переучивать, ну, допустим, массовое кодирование, как в Индии, да, сделать из рабочих кодировщиков кода, не программистов, а именно кодировщиков. Ну, например. Ну, не совсем так, смотри, вот проблема моногородов заключается в том, что моногорода раньше находились в одной технологической цепочке. То есть кто-то производил продукцию, кто-то ее потреблял, в любом случае был выстроен целый цикл от начала до конца. И жить в моногороде, это не было, как сейчас, проблемой, это было привилегией, потому что моногорода была такая картинка, которую можно было показать. И это должно оставаться, потому что там воспитывалась, условно, очень хорошая интеллигенция, очень образованные люди, там, замкнутые на вот своем там маленьком мире. Это надо, условно говоря, учитывать. Поэтому теперь надо, да, я согласна, создавать вот эту технологическую цепочку. То есть все новые отрасли должны находиться внутри этой технологической цепочки. От начала до конца замыкать цикл. Да, они должны создавать больше технологический ВВП, да, то есть они должны добавлять стоимости продукта с помощью того, чтобы, например, людей не отправляют в другую, там, не переселяют, потому что переселение — это глупости, да, то есть ты со своей семьей должен куда-то там уехать. А тебя переучивают внутри этой же технологической цепочки на те же, да, запчасти, или как там на Байкале делают бутилированную воду, или как в Азбесте там новое там производство, новое технологичное производство утеплителей, ну, то есть технологическая цепочка внутри. Но не везде это можно сделать, да? Везде можно сделать. Практически. Это же огромная была история, на самом деле, нескольких побочных производств, да, которые, по идее, оказались, ну, в этой новой экономике абсолютно не нужны. Мы вот бились, я не знаю, каждый раз, когда у меня случается этот разговор, у нас вот просто дело доходит до пены у рта буквально, потому что вот с Константином Натановичем Боровым как-то мы... Ну, вот есть некие базовые принципы. Люди считают, что любая приватизация — это хорошо. Если новый хозяин решит, что этот завод не нужен на этом месте, пусть он даже прибыльный, ну, ему проще там его снести и построить автостоянку, и бог с ними, с людьми, это хорошо. Константин Исаакович Сонин, он тоже мой любимый, сидя на твоем месте, недавно мы с ним бились, просто вот головами треск стоял, до оскорблений делал, доходил. И не потому что люди плохие, а потому что мы вот на этом базовом принципе расходимся. Еще раз вернемся к нему. Может быть, просто государство вообще должно об этом забыть, но пусть люди сами действительно... Ничего подобного. Не-не, во-первых, смотри, у нас государство выполняет социальную функцию. Оно никуда от нее не может уйти. Нет, 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 подожди, подожди, тут ты ошибаешься, должно выполнять, должно выполнять. Да, извини, должно выполнять социальную функцию. Но я смотрела просто исследования специально к нашему эфиру, посмотрела, я очень люблю тему моногородов, я там давно интересуюсь, потому что я в детстве была в Азбесте. Я помню там серо-зеленый снег в Азбесте, да, и мне все время хотелось, чтобы из этого города что-то другое явно сделали, но не Азбест. И вот я смотрела кучу исследований, которые были сделаны для комиссии Минрегионразвития, который как раз и ВЭБА, который занимается поддержкой программ моногородов. И они там даже разрабатывали критерии, какие побочные производства можно делать. И там даже есть 7 производств, которые находятся в единой линейке. Например, условно говоря, финансы и бизнес-услуги, транспортные и финансы. То есть те, которые профильно можно развивать совместно вот с этой сферой, которая была уже внутри этого моногорода. А кто в это будет инвестировать? — Обязательно государство должно давать часть субсидий, и обязательно часть должен давать, я вообще за частное государственное партнерство. Невозможно сделать так, чтобы пришел только бизнес, а только бизнес решал, потому что тогда капиталистические принципы, вот они работают, как ты сказал. Я считаю, что это максимализация прибыли. — Государство может не инвестировать, а государство просто должно сказать, так, ребят, вы хотите здесь строить, вы хотите пользоваться, вы хотите сделать экологическую катастрофу, как в Березняках? Замечательно, ребят. Хотите делать экологическую катастрофу, создавайте для жителей другие предприятия. Или платите за то, что вы делаете экологическую катастрофу. И так по каждому ума на город. Ребят, вы хотите брать себе только плюс? Нет. Вам придется взять на себя социальное обременение. Государство, я не считаю, что оно должно давать деньги. Но вполне можно сказать... Я считаю, что государство должно давать деньги в виде инвестиций в этой программе, которая есть, это 3-10 лет. Деньги в государстве не бесконечны. То есть придешь к условным... Это инвестиция. Конечно, оно не может постоянно гарантировать. Оно должно инвестировать. У нас же, ты понимаешь, министерство финансов это вечный кудрик. Хоть условный, но кудрик. Которому ты приходишь и говоришь, ребят, нельзя, разворуют. Ты пойми, сейчас вот эти вот программы, это же очередная вкусная история по разворовыванию денег. Тоже верно. Тоже верно. Поэтому как бы они приходят и говорят, денег дай. Они говорят, зачем? А мы вот типа много города будем развивать. Ребят, буа-га-га, отвечает условный кудрик и вешает трубку и разокрывает дверь своего кабинета. И так будет, как бы, будет сегодня Кудрин, будет Силуанов, или будет Глазьев, или еще кто-нибудь. Я не пугаю, кстати. Пугаешь. Да, потому что сейчас испугал очень. Ну, вдруг, может быть, я что-нибудь знаю, да? Чувствую. Устраиваю сенсацию в эфире условный Клазьев, да? Ничего от этого не изменится. Хотя, слава богу, там с Глазьевым, я думаю, может быть, истронулся, если бы Глазьев сделал представительного центробанка. Может быть, он инвестировал, то есть, создал бы некие условия для того, чтобы реальная экономика жила. В любом случае, государство денег на это не даст. И у государства нет, наверное, денег на это. А вот создать условия, это государство обязанное. Слушай, мы все время говорим о том, что государство обязанное создать условия, оно не знает, как создавать эти условия. Объясни ему. И весь бизнес объясняет, понимаешь? Смысл в том, что государству, особенно в моногороде, проблема. Кто ему должен объяснять? Об этом мы после выпуска новостей расскажем буквально через несколько секунд. Ну, сейчас возвращаемся в студию. Напомню, в гостях у меня Алена Попова, общественный деятель. Телефон в студии 6510996. Вы можете звонить нам с рецептами вашего спасения моногородов, либо на странице нашей программы финнам.фм, программа «Парадокс». Пишите. Нам и так, Алена, мы остановились на том, что ты знаешь, как должно государство действовать. Ну да, я настаиваю на том, что, смотри, вот я даже тебе нашла эти сектора, которые вместе могут существовать, например, там, строительство и транспорт или пищевая промышленность и транспорт. Можно же делать? Можно. Я настаиваю на частном государственном партнерстве. Я тебе стала говорить, что бизнесу очень тяжело государству объяснить, что делать, потому что, ну, во-первых, да, это проблема коррупции, а во-вторых, это проблема того, что бизнес заинтересован в увеличении прибыли, а государство заинтересовано в отсутствии социального взрыва. И как меньше возможности траты денег из бюджета. Извини, пожалуйста, если в городе, условно, да, существует действительно производство, которое приносит некие достаточно серьезные прибыли. Ну, там уже Дерипаски в Пикалево, да? Приносит прибыли? Приносит. Все остальное ему не нужно. Что делать? Значит, привлечь туда новых инвесторов, сказать, ребят, вот вы приходите и строите сопутствующий бизнес, не везде это можно сделать, во-первых, во-вторых, не каждый бизнесмен пойдет. В-третьих, как бы, любые игры в государственное частное партнерство у нас наталкиваются на том, что ты садишься с государством играть в преферанс, а потом выясняешь, что оно с тобой в покер играет. О, это верно. Ты быстро соображаешь, что с тобой играют в покер, перестраиваешься на покер, а с тобой немедленно играют в очко. В хорошем или в плохом смысле. Всегда в плохом. Да, то есть тебе сразу 21 подкидываешь, ты начинаешь играть 21, говоришь, извини, ты знаешь, мы тут в буру режемся. И так бесконечно. Нельзя менять правила игры на ходу. Любое ГЧП, не путать с ГКЧП, оно всегда наталкивается на то, что как бы с государством либо меняют правила игры, либо просто эти правила игры не соблюдают. Смотри, вот я тебе привела Куритимба в Бразилии. Причем я все время перевожу, потому что реально город находился в разорке. Прошел человек, он как раз по твоему принципу сказал, я создаю условия. Условия заключаются в чем? Вот вы берете землю, мы никакие там отводы к этой земле не делаем, канализационные там, никакие мусорообрабатывающие, но у нас основная проблема экология. Берите этот кусок земли, хоть там, не знаю, 10-100 этажное здание строите, но весь цикл замкнутый по экологическому там репроизводству этих отходов делайте сами. На итоге город расцвел, да, но там были еще какие-то технологические, там очень, ну, крутой очень такой пример, потому что там очень много хороших технологических вещей, и там в целом увеличилась зарплата каждого конкретного человека, который там работает, потому что стали приходить люди создавать эти рабочие места, экология улучшилась, и в целом технологическая... Ну, Сингапур 40 лет назад был, бедный рыбацкий деревушек. Я тебе таких примеров могу приводить до бесконечности. А в ответ тебе это не Сингапур, то есть мне нужно создавать еще параллельно другие условия игры. Я тебе об этом и говорю, что в существующей системе координат подобное невозможно, потому что нету желающих, государство не озабочено социальным взрывом. Если бы государство было озабочено социальным взрывом, оно бы уже почесало сильно голову в 2008-м, не отнимая ручку у Дерипаски, а создавая другие условия, да? Ну, вот эти... Совместность Дерипаски или привлекая других инвесторов. В 2009-м, точнее, не сейчас, а в 2009-м они как раз создали эту комиссию по развитию моногородов. И что было сделано этой комиссией? В 2009-й год сейчас... Ты очень хороший вопрос задаешь, потому что я сегодня... Четыре года, да. Я сегодня как раз пыталась посмотреть, что ими сделано. Там был ряд городов, в которых было запущено дополнительное производство. Вот эти стали говорить, там, на Байкале бутилированная вода, там, азбезтия эти, утеплители. То есть ряд городов реально получил инвестиционные проекты на 3-5 лет, на 3-7 лет с большой долей, там, вероятности выхода в прибыль. Слушай, я не отрицаю, да, что это так и было сделано, но если мы с тобой сейчас посчитаем проект по бутилированной воде, я сильно сомневаюсь, что там на производстве занято, ну, больше тысячи человек, да? И даже если учесть, там, логистику, транспорт и так далее, в общем, наверное, максимум, это я вот сейчас вот, как говорят в англичане, from the top of my head, да, вот как бы вот чисто из головы умозрительно, думаю, тысяча две человек. Проблема при том, чтобы ты подняла экологию, да, мы все прекрасно знаем экологические проблемы Байкала. Да, это как Байкал. Вот как бы надо бы создавать, наверное, производство, которое позволит решить практически экологическую катастрофу байкальскую, да? А не бутылированная вода, это замечательно. Но ваша проблема, понимаешь, государству нельзя действовать так, как сейчас определялись критерии этих моногородов, когда губернаторы сами решали, это является моногородом или нет. Нет, государство должно создать условия или само выступить не в качестве благотворителя, а в качестве инвестора. Я тебе про это и говорю. Да, инвестора именно. Я тебе про это и говорю. Именно инвестора, причем с поиском соинвестора, и лучше в данном случае иностранного, потому что как бы есть огромные нереализованные куски, которые решать можно за иностранным инвестором. Не всегда иностранные. Кстати, я посмотрела, что логично для некоторых моногородов решать проблему, например, привлекая инвестора российского, который занимается профильным бизнесом, но в другом регионе. И в этот регион, не дай бог, не хотел лезть. Но ты как раз, вот то, что ты сказал про улучшение условий, ты ему можешь дать некие льготные условия. Например, ты можешь освободить там бизнес от налогов на, допустим, полтора-два года, да, там до выхода бизнеса в прибыль. Это стимулирует небольшое производство к тому, чтобы оно приходило туда. Это иностранные бизнесы, которые через два года в прибыль выходят. Ну, мы говорим о том, что условия созданы для того, чтобы, ну, априори это начало работать. А через кого это вообще надо делать? То есть кто должен понять? У нас же как бы все делается через папу, потому что пока глава государства не решит, что, в общем-то, эту проблему надо решать и не прикрикнет, ничего, к сожалению, двигаться не начинается. Мы сейчас видим огромное количество проблем, которые на местах решены не будут. А при этом давлением снизу, хотя вот, кстати, отвлекаясь сейчас от моногородов, вот буквально новость последнего часа, я просто знаю, что я тогда в Лермонтове была, напомню нашим радиослушателям. Да, что сотрудники Следственного комитета по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы города Лермонтова, обвиняемого в воспрепятствии неосуществления избирательных прав. Сотрудники эскар не называют имени подозреваемого, однако из описания ситуации понятно, что речь идет об Александре Дунаеве. Дунаеве. Я к чему это говорю? То есть снизу давление путем голодовок в таких моногородах, это же тоже социальный изрыв. Ну, понимаешь, стачки, забастовки, перекрытие трассы, Пикалево, да. Ну, хорошо, допустим, они посадят Дунаево, а ситуация от этого в Лермонтове условно изменится, или в Пикалево, или еще где-то. Вот как решать эту проблему через кого? То есть какие должны быть созданы общественные институты? Ну, во-первых, смотри, да, во-первых, ситуация изменится, потому что в Лермонтове точно изменится, потому что вся эта, и почему я туда ездила, вся эта история началась с того, что кандидатов, которые могли как-то менять ситуацию, потому что там, ну, Пятигорск, Лермонтов, там тоже как раз-то проблема экономическая больше, проблема трафиков, там, ну, там, понятная история. И как раз вот это... Да было же там Пятигорск, я трафика не видел. По-моему, там вполне все как-то... Трафик, я имею в виду, не автомобильный. А, наркотрафик. Наркотрафик, да, там алкогольный, там много чего внутри происходит взаимоотношения Лермонтова и Пятигорска, и как раз люди выступали против того, чтобы эта территория была под Пятигорском, да. Там жители Лермонтова сказали, нет, мы не хотим. Конечно, изменится. То есть, значит, новые, которые придут, они, безусловно, будут вынуждены пойти на компромиссы, но будет какой-то промежуток времени, когда они будут вынуждены соответствовать еще ожиданиям. Конечно, это уже, на мой взгляд, это звучит наивно, потому что вот я с кем, вот, буквально там по пальцам, одной руки можно посчитать людей в условной такой оппозиции, да, которые, там, выступали против существующей ситуации в стране, которые имеют экономическую программу. Вот, в том числе, с тобой можно на эту тему поговорить, еще с парочек. Но в целом, да, вся эта новая поросль, она не имеет никакого представления о том, как конкретно решать программы, да, проблемы. И рассказы про Бразилию, это замечательно. В Бразилии было сделано огромное количество реформ. В Индии тоже было сделано. Но почему-то то, что вполне реализуется у них, никак не реализуется у нас. И я не понимаю, что служит этому препятствием, да, либо бюрократия, нежелание... Кстати, и инерционность самого, я ненавижу слово население, но да, население. Как бы люди не хотят ничего менять. Люди хотят, чтобы было так, как было. И с одной стороны, там, завод, да, дед мой работал на этом заводе, отец работал, я условно работаю. И хочу, чтобы дальше так и продолжалось. То есть завода уже действительно, может быть, и нет, или он неприбыльный, и новому собственнику нехорошо. Но новый собственник, если ему сейчас сказать, давай, ты строишь на месте завода автостоянку, а дополнительно поставишь завод по бутылированию воды и живи себе спокойно, вряд ли на это тоже пойдет. Не, ну, послушайте, ну ты сейчас в стандартной риторике патернализм или там, или нет. То есть ты или сам за себя, или там ты в социалистическом государстве. Да, меня больше устраивает социалистическое государство. Это, собственно, как ты понимаешь, я тоже... Я при этом не выступаю как бы... Не, патернализм как раз и есть в данном случае социализм. Я тебе и говорю, что это ни та, ни другая модель не работает. Работает только нечто посередине. Во-первых, общественные институты, должны быть институты прогнозирования. Это 100% будет так работать. Средний возраст населения моногорода, это там 45-55. Это люди, у которых уже знания есть. Как минимум, люди, которые молодые учатся в университетах при этом моногороде, зная проблему моногорода, могут проводить хорошие прогнозные исследования. Как минимум, на ближайшие там три года они могут знать, что будет происходить с этой территорией. Вторые институты развития, это те, которые предлагают проекты по развитию. Инвестиционные, любые, которые помогают этому городу. Третья история, это те, которые работают с занятостью населения старше 55 лет, потому что это моногород, это проблема, да? А проблема образования и здравоохранения? Это все проблемы стандартной страны, они там есть. В моногороде, на самом деле, это зря так, потому что в моногороде полегче. Там все-таки, так как это замкнутая экосистема, и небольшое, то есть что такое моногород? Это от 10 тысяч человек, да, население. Ну, то есть понятно, что гораздо проще решается проблема на меньшем количестве населения. А вторая надстройка над этим, это если у тебя в этом участвует государство, оно в любом случае в этом участвует, значит, государство должно быть открыто и прозрачно для, там, а-ля общественной счетной палаты, да, чтобы мы могли мониторить, где кто что украл. Понятно, что украсть все равно будут. Понятно, что, на самом деле, уже много обсуждали как раз по проблеме программ с моногородами, тоже дискуссии среди экспертов были, что, ну, пусть они крадут не с расходов, а с прибыли. Это моя любимая тема, да. Ну, это хорошая тема, то есть это тема, которая помогла... И не крадут, а участвуют в прибыли. Ну, так это так и есть. Это такая тема, которая работает в Индии, например. То есть ты говоришь, там, мы не можем перенести к себе опыт других стран. Ну, да, конечно, мы... Я не говорю, что мы не можем перенести. Нам бы хотелось его перенести, я просто вижу, что он не переносится. И если про Сингапур мне рассказывают, то, что можно сделать, там, в миллионном городе-государстве, а то нельзя сделать в России, то, извини, просто с Индией мы у нас, как бы, не то, что сравнимо, да, там вообще другое... Хотя в Индии там тоже огромное количество трущоб и все, но, опять-таки, есть реформы, в том числе и социалистические, которые в Индии много лет исполняются и работают. И в той же самой Бразилии, да. Но, опять-таки, Бразилия так и не решила. Вот то, что ты рассказываешь про город этот, это же исключение, подтверждающее право. Да, ну, это естественно. В целом, в стране проблемы не решены. И в Сан-Паулу мы прекрасно знаем, что нельзя даже на красный свет остановиться. Люди, живущие в Сан-Паулу, даже богатые люди, они вечно живут под угрозой того. И, кстати, да, вот мы говорим о том, что только там сменяемость власти, только все остальное, да. Опять-таки, роль личности в истории. Зачем вспоминать нам небольшие бразильские города? В свое время Нью-Йорк привел в порядок единственный человек Джулиани, да? Да. Три человека, на самом деле, Джулиани, комиссар полиции Келли, и третий, сейчас уже не помню, кто там был, вот втроем ребят занимались. Комиссар полиции сделал так, что даже его сотрудники просто появляются, граффити. Их тут же закрашивали, потому что там, где появились граффити, хотя я к ним хорошо отношусь, как к виду городского искусства, да, там, где появляется мусор, там, где появляется один наркопушер, немедленно начинает расти вокруг себя эта антиэкосистема. И удалось, да, я помню, как в Нью-Йорке нельзя было пройти, там, 20 лет назад по 42-й улице спокойно, да. Это были сплошные разрушенные, полуразрушенные здания, стрип-клубы, бордели и так далее. Ну, закрытые, естественно, было неофициально, уличные проститутки там стояли. 42-я улица сейчас, Таймс-сквер преобразился абсолютно, да. Огромное количество проблем в городе удалось решить. Не все, конечно, да, Нью-Йорк по-прежнему. Ну, что-то не граффити, а просто люди договорились с мафией, поэтому все хорошо. А, то есть это один из способов, вот как раз о договоренностях с мафией мы поговорим после выпуска новостей. Ну, что ж, сейчас мы возвращаемся в студию. Телефон 6510996, код города 495. Звоните нам или пишите на страничке нашфинам.фм, на странице программы «Парадокс». В гостях у меня Алена Попова обсуждаем, что она как-то Гребенщиков пел, что будем делать, когда она двинет с собой в полный рост, когда двинет кризис, и что делать будем с моногородами. Основились мы на очень интересной теме, что Джулиане, оказывается, не граффити закрашивала, а с мафией договорились. Причем граффити, очевидно, тоже. И граффити. Ты знаешь, я не уверен, что Нью-Йорк как город многонациональный, а не мононациональный. Мафии там очень много. Джулиане максимум мог договориться с итальянской мафией и отчасти с еврейской мафией. Кстати, вот мне очень нравится эта тема, что вчера выпустили в Америке колоду карт с русскими мафиози. Я посмотрел, очень много знакомых лиц просто. Прям хочется сравнить со своей записной книжкой. Хочется договориться сразу. Хочется договориться. Там, понимаешь, с половиной людей вообще непонятно, как туда попало. Я смотрел на... Там какой-то бред на самом деле. Я не знаю, кто этим занимается. По-моему, это очередная такая газетная утка, чтобы СМИ поразвлекать. Ну, в общем-то, я к тому, что инвесторы к нам при таком отношении вряд ли придут. То есть как бы для американцев мы по-прежнему страна дикая и с которой дело иметь нельзя. Поэтому, когда мы говорим о том, что нам нужно привлекать иностранных инвесторов, я всегда в пример привожу историю. Там я на прошлом экономическом форуме в Питере ввел одну из секций. Ты там тоже, по-моему, была? Да, была. И когда вышел Путин, опоздав всего на 40 минут, и час, который я его слушал, он рассказывал о том, как нам нужны инвесторы, как придите ко мне, это как статуя свободы стояла, потому что прибедите ко мне все только не нищие, а бездольные, наоборот, богатые, довольные. Сейчас мы создадим вам все условия. А вечером я видел, как все главы крупнейших энергетических компаний мира четыре часа ждали его по стойке смертных, когда он к ним придет. Ну, в общем, я считаю, что при таком отношении слонятку никогда не продашь, как было сказано в известном анекдоте. Поэтому, возвращаясь, создать условия в России для этого, я думаю, что это нужно, конечно, полной реформой именно институтов контроля и власть, а не просто с привлечением бизнеса. Потому что я бы, например, скажи мне сегодня там, Игорь, где строить завод по утеллированной воде, за это мы тебе, я не знаю, что дадим, открыть казино на берегу Байкала и обеспечим тебе туда поток народа. Я бы все равно не пошел. Не стал бы я с государством играть в преференции. Все правильно, институты контроля, но здесь больше даже влияет на эти процессы региональная власть. Проблема в том, что ты же сказал, роль личности в истории это не только папа государственный, еще наместник, то есть человек, который принимает решение. В общем, если бы у Сингапура не было Ликван Ю, может быть Сингапур не может быть, это совершенно точно. Абсолютно точно, да. Поэтому это история местного... Слушай, ну мы не можем кладить Ликван Ю, я брат. И он, кстати, сюда приезжал и консультировал наших, но как-то, по-моему, уехал несолоно-хлебавший. Несколько раз он был, по-моему, в России. Ну он вообще... Ликван Ю, ну ты знаешь, каким образом реформы проводил. Да, я знаю. И посадил ближайших двух друзей в том числе. Да, это так, как минимум наш цитарстан. Ты знаешь, вот я, честно говоря, вот по поводу Ликван Ю, это пример достаточно грустный, потому что мы видели расцвет Сингапура, и в Сингапуре я был очень много раз и видел, как Сингапур расцветал. И всегда считал, вот Сингапур, это такой рай на земле. Маленький, но рай. И некоторое время назад, побывав в Сингапуре, я увидел то, что вдруг в самом центре города, на Рафлз, даже появились девушки легкого поведения, которых там испокон века не было. Причем понаехавшие такие, уличные. И мусор вокруг них появился. И вдруг я понимаю, что все-таки Ликван Ю, конечно, сделал огромный шаг вперед, но необратимый. Да? Потому что, к сожалению, сын его уже не справляется, видимо, с этой. И это маленький Сингапур. Потому что изменилась ситуация, да? И для того, чтобы роль личности была в истории, эту личность еще надо найти, к сожалению. Помимо личности, правильно сказал, еще система должна работать определенный промежуток времени. Таких, как у нас. Наша проблема с моногородами сейчас в чем заключается? Все хотят очень быстрого результата, этого не будет. Его не будет, потому что не создана система. И даже если систему создадут при сменяемости... О чем 25 лет назад думали? Вот ты меня спрашиваешь. Нет, я не тебя спрашиваю. Это риторический, абсолютно вопрос. Нет, я считаю, я тебе еще раз сказала, самый главный институт, институты контроля, я полностью согласна с сменяемостью, да-да, но институты прогнозирования обязательно нужны. Откуда их брать? Ты говоришь, что есть образование, что есть полегче с образованием, но чтобы были местные люди, местные кадры, которые способны были на местах анализировать, понимать местные проблемы, они должны в этом городе какое-то время жить. Какой нормальный, разумный человек останется жить в городе, где у него нулевые перспективы какого бы то ни было роста и развития, как человека, как профессионала, как не создано вообще ничего, да? То есть мы видим на самом деле, когда ездим по стране, мы видим, что за исключением нескольких регионов, кстати, в том числе благословенного того, упомянутого того Татарстана. Нет, Татарстана, да. Вот я приезжаю в Казани, как приезжаю в другое государство. Это верно. Я не очень понимаю, как-то вот приезжаю, смотрю, это вообще Россия или не Россия, да? Да улицы чистые, дома красивые, работает все, да, институты работают. Почему? Да? Или как в соседний Казахстан я заезжаю, тоже у меня есть такое ощущение, что я куда-то попадаю в другое место. При всем наличии тех же самых проблем, да? Абсолютно тех же самых. Нет, ну подожди, во-первых, мы с господином Минихановым были на экономическом, на сессии Давосского экономического форума вместе в секции и как раз обсуждали то, что у них каждый министр, не знаю, не надо тоже это идеализировать, но условно говоря, отвечает головой собственность за исполнение своей программы. Если вдруг программа не исполняется, неважно по каким причинам, министр, соответственно, до свидания. То есть он теряет место. Я пока таких случаев не знаю, но очевидно, внутри это как-то выстроено очень правильно. Особо отличивший, если министр депортируется в Москву, и занимался медсвязь. Но на самом деле идея как раз вот буквально мы сегодня тоже обсуждали там в приватном разговоре, я тоже буквально там несколько дней назад с господином Минихановым встречался, у меня с ним очень хорошие отношения. Действительно, система создана, причем, кстати, создана, мне кажется, еще до него. Как раз Никифоров, по-моему, придумал эту историю с тем, что в любой момент времени ты можешь на iPad'е посмотреть движение любого документа, и, например, если... Ну это электронный документ оборотов. Коля Николай Никифоров это не сам придумал, но он это активно... Не просто движение, да, там, например, история была с тем, что если твой подчиненный подписывает большее количество приказов, чем он может подписывать, там, или указов, то у тебя немедленно возникает такой red flag, красная лампочка, и ты понимаешь, что, да, может быть, человек там... А у Пашу Чаркунова в Перми такой же электронный документ оборота определял, на какое количество времени сокращается бюрократический процесс. Например, документ проходит не за 24 часа, там, за 3 часа, весь круг этот. Ну, ты знаешь, с господином, бывшим руководителем Перми, у меня не все-таки будет худшее отношение... А поэтому не понимаете у тебя здесь своя свободная слова? Нет, это, знаете, дело не в свободе слова, я как раз просто все эти пермские эксперименты, в том числе культурные, я к ним отношусь с очень большим подозрением. И, в общем-то... Ну, сейчас не об этом, да? Речь вообще идет не роли личности, а история... Еще раз, для меня рецепт такой, значит, это частное государственное партнерство, а, б, действительно, условия с институтами прогнозирования, а потом уже институтами контроля, потому что контроль без прогноза это, ну, полная глупость. А последнее, это развитие микрофинансовых институтов, которые позволят человеку на месте под, соответственно, развитие брать деньги, потому что сейчас основная проблема в том, что, ну, даже люди даже деньги эти взять не могут, то, что они и в кабалу, может быть, и хотели бы, но они не могут взять. А разница в микрофинансах, в микрокредите заключается в том, что, да, там очень высокий процент вот этих payday loans, это когда ты там каждый день платишь какой-то процент, но при этом... А кто будет заниматься микрокредитованием? Я с удовольствием, да? Ну, слушай, микрокредитование сейчас, оно вообще в кризисе всегда развивается, безусловно, с новым законом о банковских резервах микрокредитование будет развиваться. Опять-таки тебе приведу пример, который, в общем, как с этим самым, с твоей Бразилией, да? Существует, я сейчас не понял, он, по-моему, африканский один бизнесмен, который вот в самых беднейших странах развивает микрокредитование. Это Мухаммед Юнус, и он в Бангладеш. Он правильный, из Бангладеша. И все смеются, ну, на самом деле, мы с ним лично знакомы, прекрасный случай, прекрасный пример, несмотря на те проблемы, которые даже есть сейчас. Да, но при этом, ты посмотри на наше микрокредитование. У нас микрокредитование, мне лично, замминистра финансов, не буду назвать его фамилию, тем более, что он же сейчас ушел оттуда, на полном серьезе рассказывал историю про то, что микрокредитование, что там, вот это при почте России, 3000 процентов, да нормально, люди не хотят, пусть не берут. Это как раз Payday Loans. Это вот эта история, когда у тебя каждый день идет этот огромный... Другая история, это если ты создаешь, например, ИП, там, индивидуального предпринимателя и берешь деньги под развитие, обычно в среднем этот разбег составляет до 300 тысяч рублей, тебе надо, чтобы купить киоск, потому что обычно это малый бизнес от сферы торговли. Правильно, и только государство, помимо всего прочего, должно тебе сделать так, совместно с бизнесменом, что у тебя процентная ставка по этому кредиту будет не 20%, а будет, допустим, 6% или 4%, который будет позволять тебе выживать. Это первое. Во-вторых, государство, если ему нужны эти киоски, а не так, что сегодня Собянин сказал нам эти киоски не нужны, государство должно поддерживать только те проекты, которые государству нужны. Правильно же? Закончим мысль. Да, государство должно на себя взять определенные, если не инвестирование, то соинвестирование. Мы с тобой здесь не расходимся, я именно про это и говорю, именно инвестиции. А дальше, что существующее государство, что оппозиционеры, новый условный кабинет министров придет, какой-нибудь Сонин, все они скажут одно и то же, какие киоски? Малый бизнес? Вот малый бизнес нам нужен такой, а не такой, а другой скажет, нет, вот не такой, а такой. Кто будет, и судьи кто, кто будет решать, какой тип малого бизнеса нужен государству для развития? И почему мы вообще должны его субсидировать? Ну, послушай, я же тебе вот, я поэтому говорю, что у меня в голове там есть система, она может быть неправильная, но я ее... Ну, так огласили ее. Прогнозирование. Я тебе говорю, сначала делается прогнозирование внутри конкретной территории. На этой территории живут люди, и прогнозирование делается в институтах развития на этой конкретной территории людьми, которые там живут. Этот прогноз не делается, там, плановая экономика на пять лет, пусть он делается на три года, потому что три года там наш цикл критичный, да. Дальше наместник, местный человек, почему я говорю про региональную власть, он решает, ну, точнее, не он, а его институты развития решают, что они одобряют, а что нет. Это замкнутая экосистема. Я тебе говорю, создание технологических цепочек между замкнутыми экосистемами. И они решают, разрешают тот малый бизнес, который интересен ближайшим родственникам этого конкретного человека. Поэтому вопрос в том, какой конкретный институт развития будет это контролировать. То, что мы уже с тобой обсуждали, что помимо прогнозирования института контроля. Я как раз считаю, что какой-то некий госплан должен понимать тенденции мировой экономики, причем некий такой консенсусный госплан, в котором будут как консервативные экономисты, допустим, там, из института экономики РАН, тот же Руслан Семенович Гринберг, они поняли, вот прогнозирование, мировая экономика движется туда-то, России понадобится сейчас примерно вот это вот развитие, да. Допустим, России понадобится огромное количество малых предприятий, связанных с новой энергетикой, да, с малой энергетикой, с энергетической революцией, да, с этим гидратом, я уже сейчас не помню, что у нас там, гидрат метана, по-моему, да, сейчас угрожает взорвать в хорошем смысле весь рынок и все переделать. Поэтому я стою за Госпланом, не за региональные институты. как минимум, то, что ты говоришь, это будет очень громоздкая система, а я говорю, что уже сейчас можно реализовывать. Понятно, что, конечно, в условиях вот моногородов, конечно, планирование Госплана, не знаю, мне Госплан не нравится, но условная структура, которая превентивно будет реагировать, а не постфактум, как в Пикалево, оно, конечно, нужно. И вообще, нужно иметь план на все проблемные отрасли. У нас же, ты видел показатели, упало промпроизводство опять, никто не ждет его роста. Никто. Ну, отлично, а прогнозы последних там шести месяцев были абсолютно другие. Как работает институт прогнозирования, если он за шесть месяцев меняет вектор того, о чем он говорит и как? Из всех созданных государств институтов развития, отчасти, мне кажется, работает только РВК и совсем отчасти ОСИ. Ничего другое, созданное государством, к сожалению, не работает. Да, поэтому... Вопрос. С чего мы сейчас возьмем? Как будет работать любой институт прогнозирования? Да, ну это я знала, что ты мне задашь этот вопрос. Во-первых, у нас... Почему я тебе стала говорить про людей старше 55 лет? Потому что во многих развивающихся странах люди, уже имеющие опыт работы там и такие аналитики серьезные, они как раз за 55 лет. У нас получается, что как раз огромное количество таких людей. Эти люди в основном без... Это как раз аналитики, исследователи, которые находятся без работы. К ним добавить людей, имеющих опыт работы или обучения в различных странах, то как тот же Сингапур делал. Извини, привет. Это, кстати, очень важный момент, что нам делать с пенсионерами, потому что... Я вообще считаю, понимаешь, вот когда говорят там, вот давайте решим вопрос пенсионеров, они у нас такие бедные пенсионеры, у нас замечательные, классные, потрясающие люди с огромным объемом данных, которые можно использовать, передавать этот опыт и так далее. В социальном, между прочим, предпринимательстве... мне есть несколько знакомых лет за 80, которые находятся в здравом уме твердой памяти, работают, да? Там у меня, смотрю, соседка, бабушка, такой божий одуванчик. 82 года, как выясняется, до сих пор работает на авиационном заводе и больным главным конструктором. После выпуска новостей вернемся к этой теме. И вновь возвращаемся в студию. В гостях у меня Алена Попова. Обсуждаем, что делает народ в умных городах, когда грянет очередной финансовый кризис. Ну, тема у нас уже разластлась вообще до того, как нам обустроить Россию. Начинали с РАПКРИ, на которой мы реорганизовывали. Мы, кстати, так увлеклись нашим жарким спором, что не успели вовремя ответить на ваши телефонные звонки. Так что напоминаю, 6510-996, код города 495, или пишите на сайте финам.фм на странице программы Парадокс. Мы сейчас обязательно примем ваши звонки. Итак, кстати, что дело с пенсионерами? Причем огромное количество людей за 55, которые по-прежнему носители, последние носители, скажем, образования и знаний того классического советского периода. Инженерного, приорка. Инженерного, да. А вот как их обеспечить новыми направлениями деятельности, работой, а не ждать, когда у нас грянет окончательный этап пенсионной реформы и на всех в очередной раз просто кинуть? Ну, во-первых, нам ничего ждать не надо, потому что у нас стремительно стареет население. Ты знаешь, что у нас порядка 20% каждый день. По себе знаю. Стремительно стареет каждый день. Стремительно стареет. Я вот тоже так думаю. Но в любом случае, то, что мы сказали, это люди, за 55 это слишком ранний порог, мы с тобой там за 75, например, говорим. Это как раз носители, вот то, что ты рассказывал про авиационный завод. Их, к сожалению, еще мало. Как раз носители знаний в моногородах. Поэтому, говорю, эти люди могут выступать контрагентами для институтов прогнозирования. Это как минимум. То есть ты считаешь, что эти люди, они достаточно, с одной стороны в теме, а с другой стороны, достаточно удалены от нее для того, чтобы... Оценивать. Для того, чтобы оценивать, да? Да, абсолютно. Ну, что ж, послушаем наших радиослушателей. Борис, здравствуйте. Алло, здравствуйте. 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 Я хотел бы... Приемничек можете выключить, потому что очень... Да, сейчас я постараюсь. Речь вот о чем идет. Что пока в России не будет изолирован от гражданского и криминального сообщества институт воров в законе, у нас ничего не изменится. Из своего опыта, как только я получил маленькую привод, приходят местные братки и произносят бас в обо всей России. Надо делиться. И 70% дохода уходит... Борис, а... В чем проблема. А как же так? Вообще, вы знаете... А вы из Москвы звоните вообще? Да, из Москвы. То есть вы считаете, что в Москве по-прежнему... То есть вас грабят бандиты? Нет, не в Москве. Я в бизнесе рядом с Москвой. Ну, неважно, в Подмосковье, да? Потому что все... Последние годы все как раз говорят о том, что новая власть, бандитизм победила и грабят сама. В Подмосковье я согласна, что... Нет, она, может быть, победила, но дело в том, что Черномыгин, оказывается, иначе сказал. Он сказал, хотели как лучше, будет так, как решит сходняк. 372 вора в законе, Россия определяет жизнь. Вот в чем дело. То есть вы считаете, что по-прежнему криминально? Спасибо большое, Борис, за ваш звонок. Кстати, мне тут шофер в прекрасном городе Киеве сформулировал намного лучше. Теперь просто вот... Точнее, мне рассказали историю, да, про шофера в Киеве, который прекрасно выдал сентенцию. Звучала она так. Так, хотелось как лучше, а приходится делать как всегда. Видимо, человек давно живет в Киеве, и, в общем, опыт такой печальный... Понимает о чем это. Да, печальный опыт набрал. Слушаю вас, Виктор. Добрый день. Добрый день. Во-первых, хотелось просто выразить огромный комплимент и благодарность вам, Игорь, непосредственно за передачу. Вы просто уникальный ведущий. Спасибо. Можно без комплиментов сейчас. Испокоит вот что. Тема настолько актуальна, настолько важна, что не боитесь ли вы то, что она может как раз заболтаться? Вот парадокс заключается в том, что она не получит... А если мы не будем о ней разговаривать, то она как бы... Объясняю. Есть ход. Например, ДЭС, есть портал, действительно, Big ID, американский портал, в Лос-Анджелос ведется. Там, например, ведутся, уже есть отработанные системы, когда идет продолжение, то есть эксперты выходят и оставляют свои комменты, причем очень профессионально. Вы знаете, идею такого портала и я, и судя по тому, как Алена кивает головой, она тоже, видимо, вынашиваем достаточно давно. Это те же везде существуют, это те же наши, этот, как он называется у нас, Госбук, и Йополес, и масса-масса, и стойки. Я не вижу, чтобы они работали. Это другое, это другое. Потом, мне бы очень хотелось лично с вами побеследовать, потом отдельно, надеюсь, этот случай предоставится, идея сама. Ваша гостья изумительно говорит о институтах исследования, об вот этих пенсионерах, людям, наделенных вещами. Есть уникальный опыт сейчас конкретно в России построен моногород, построен финнами в конце Врежневской эпохи, построен город, в 85-м году построен город. Все сейчас, все востребовано. Те же проблемы, европейский город, но те же проблемы, ЖКХ, все прочее, прочее. Одновременно есть программные решения IBM, умный ЖКХ, умный город, умное образование. Все это в комплексе можно решить, но не появится все на самом месте. Есть одновременно наработанные институты еврорегионального развития, которые брошены. То есть, ни губернатор, ни мэр, они не в состоянии сосредоточиться в экспертизу, всего прочего. Нужны создаваться институты, как раз, например, которые вы создали при помощи, вот как раз такую перезагрузку, при помощи облачных технологий. Все это должно решиться. Государство и Путин это не решит. Решим я и вы. Спасибо. Добьемся мы освобождения своей мозолистой рукой. Нет, на самом деле не смешно, потому что Виктор все, что говорит, абсолютно правильно. Только у меня несколько раз случалось с руководством российским IBM просто стычка. Затем, когда я им говорю, ребят, у вас замечательная эта вот программа «Умный город». Я знаю их программу. Да, а только что она в России как-то вот почему-то где-то я не вижу, чтобы она внедрялась. Может быть, просто это никому здесь не нужно и вам не дают... Но они как бы уходят от ответа. На самом деле ответ, к сожалению... Ответ простой. Она столько стоит, что муниципальное образование в состоянии потемнете. А выгоды... Нет, это это. Я тебе объясню, потому что я разговаривала, это же моя боль. Когда ты разговариваешь с людьми на местах, они говорят, Алёна, зачем нам инвестиции на 50 лет? Мне уже через 50 лет будет неинтересно, что с этим краем. Это проблема. Есть проблема, знаешь, когда в свое время наши компании стали выходить на IPO и стали массово внедрять эти ERP-системы. Это тоже правда. История такая. Ты понимаешь, любой руководитель компании, я потом через некоторое время это понял, заказчик всегда формулирует, ты сделай так, чтобы мне внутри было видно, где у меня воруют и где у меня не работают, а снаружи, чтобы не видели. Понимаешь, внедрение любой системы умный город, любой системы прозрачности, любой, оно в такой пласт проблем взрывает, что никакому руководителю муниципального образования, если это не какой-нибудь отдельный самоубийца в маленьком городке, мы таких двух-трех знаем, то это абсолютно никому не нужно. Вот тоже верно, да. Послушаем еще радиослушатели. Павел. Здравствуйте. Здравствуйте. А не кажется ли вам, что все упирается в наши законы, которые вогнали страну, можно сказать, в ступор, то есть действуют всевозможные санктивные нормы, законы, которые вук, предприниматель, скажем, просто не может, соответственно, при каком-то функционировании, в частности, и тот же самый градостроительный кодекс и все остальное. То есть наша страна, страна забюрократизирована до неимоверности, то есть совершенно, то есть открыть какой-то... Правильно, поэтому, когда мы говорим о создании условий для малого бизнеса... Я полностью согласна. Я полностью согласна про закон, что надо вообще ввести прецедентное право. Прецедентное право, это очень хорошо, но при наших законах, соответственно, исполнительности этих законов при исполнении, это все у нас, так сказать, накроется тем же самым и динтатом. Правильно. Знаете, у нас все разговоры, извините, я вас перебью, они начинают мне напоминать старый анекдот с 70-х годов, что на конкурсе политического анекдота победил сантехник Сидоров, который сказал, что тут надо менять не трубу, а всю систему. У нас все время заканчивается одним и то же. Ну, это правда. Вопрос. Вопрос. Вот скажите, каким образом можно функционировать, если мы не знаем, что будет завтра? Какой закон... Абсолютно. А мы об этом, если вы слышали, говорили в начале передачи, что невозможно и враг государства... Да, безусловно. То есть, вот я не знаю, придут ко мне завтра пожарники СССР или еще кто-нибудь и наколпашат меня на очередные, так сказать, тысячи рублей. То есть, полное впечатление, к вам пожарники СССР приходят, к человеку, который звонил перед... Нет, это правда. Я сам знаю, кто кому приходит. Все время, все время и говорят. А он вспоминает, знаете, все время вспоминается фильм Киндадзе. А вы, говорит, по-таке здесь, почему? Да. В наморниках. Еще и на коленях, вообще не в клетке. А вот скажите, пожалуйста, тот предыдущий человек, который нам позвонил, он говорил, что его бандиты грабят, что вся власть в России оказывается... Ну, я вам скажу, что это, по всей видимости, какие-то... Региональные все-таки подмосковные разборки. ...страхи какие-то, да, знаете. Не, почему? Я думаю, что как раз, вот, например... Ну, я вам скажу по-другому, я отвечу вам по-другому. Если вы занимаетесь легальным бизнесом в России, легальным бизнесом, прячете, не получаете откат. у вас нет на карте России. То есть, если вы занимаетесь воображаемым бизнесом, спасибо, Павел, И не в России. И не в России, да. Так вам нет. На самом деле, сущность по-другому, если вы занимаетесь легальным бизнесом, все абсолютно четким, конкретным, без всяких проблем, он приходит в налоговый. Если чуть-чуть нелегально, то приходят бандиты. Это правда. Белые приходят, грабят красные приходят. Нет, на самом деле, может быть, отчасти весенние страхи, но там какой-нибудь Сергеев Посад. Какой Сергеев Посад? Екатеринбург, Новосибирь. ну мы уже про Подмосковье же говорим. Нет, подожди, я рассказываю, что это в больших городах то же самое. То есть, сейчас два параллельных процесса. Растет количество неправомерных дел в судах, растет большое количество историй с так называемым шокольем, вот этих вот мелких воришек, которые как раз приходят. И сейчас это бурный рост. Я от своих друзей... То есть назад в 90-е? я в регионах, то есть мне звонят люди огромное количество, рассказывают подобные истории, которые я в детстве там слышала как, ну вот, стандартная вещь, а потом 10 лет не слышала, а теперь опять. Ну, значит, отдаем Екатеринбург Жене Ройзману, пускай он там разбирается, он там порядок поддерживает. Так у него, вот у самого как раз истории-то... Так правильно, ну нужно уже договориться, чтобы власть договорилась с местными авторитетными людьми и спокойно занялась. Видимо, по-другому не получится. С чего начинается Родина, что придется... Так на самом деле, кстати, возвращаясь к истории с колодой, с нашими якобы мафиози и теми, которые не мафиози. А Кобзона, я помню, проклинали там в конце 80-х, в начале 90-х за то, что он сказал, что, ребят, единственная возможность сейчас, ну не единственная возможность, ну а что, мафия это та, государственно образующая система, с ней приходится считаться, давайте лучше договоримся с ними, чем как вот ты выражаешься с шикарьем этим мелким. И тогда получится. Может быть там как-то... Хотя в этих моногородах-то и в небольших городах-то и мафии-то не осталось, но там только шикарьёй осталось. С чего там стричь? Нужно договориться с мафией, сказать, ребят, давайте вот вы поможете обеспечить рост предпринимательства, да? А когда они подрастут, зелёные травки, мы вам разрешаем стричь на 5%, например. Ты понимаешь, в чём проблема? Потому что этот весь рост происходит, когда есть отсутствие кредита доверия, когда не доверяет никто никому, поэтому там цыганские бароны, воры в законе, потому что люди, живущие по понятиям, они живут по этим понятиям, понятия не меняются. А бизнесмены наши, к сожалению, ещё и управлять не умеют. Я вот смотрю там пару мест, вижу, что людей увольняют с работы, да, хороших профессионалов, в том же самом месте, у запертой двери, через которую они ходят, сидит два охранника. Для меня вообще всегда вот факт наличия охранников в таком количестве в России, он пугающий, по-моему, в Израиле даже меньше, в процентном соотношении, хотя страна подвержена терактам. Сидят круглосуточно два охранника и ничего не делают, да? Получают зарплату. Зачем здоровым мужикам идти в охраннике? И зачем? Так что, ты понимаешь, да, даже с бизнесменами с нашими трудно. Как я вначале говорил, да, это явно будет серия передач, потому что мы уже просто не вместили... Уже не промоногорода. Уже не промоногорода и уже закончилось наше время. Напомню, Алёна Попова, общественный деятель, кандидат депутата Госдумы шестого созыва, блогер, интернет-предприниматель была у меня в студии. Я Игорь Виттель. Завтра мы с вами услышимся в то же время. Тему называть пока не буду. Пусть она станет для вас сюрпризом. Но это, кстати, одна из тем, которую мы краем сегодня и затронули. Всего вам доброго. Завтра в то же время встречаемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok